Городская клиника «Анатомическая конференция», регулярно проводимая Департаментом здравоохранения Москвы, 29 января вышла за рамки регламента и превратилась в пресс-конференцию и митинг поддержки врача-гематолога Елены Миссюриной, осужденной на два года лишения свободы за якобы допущенную ею врачебную ошибку. Многие участники конференции пришли со значками с портретом Елены Миссюриной или листами бумаги с хэштегом «Я Елена Миссюрина». С официальным заявлением выступил глава столичного департамента здравоохранения. Несомненно, что до принятия этого решения можно было получить независимое, объективное мнение более широкого состава экспертов и оказать врачу полноценную поддержку в суде. Важно понимать, что оказание наземной медицинской помощи всегда сопряжено с риском развития осложнений, а оценка их причин является зачастую очень сложной задачей. Алексей Хрипун сообщил также, что апелляционная жалоба по делу Елены Миссюриной поступила в соответствующую инстанцию и принята к делопроизводству. Вице-мэр Леонид Печатников добавил, что мэрия нашла для врача самых лучших адвокатов, которые будут защищать ее права на безвозмездной основе. Я вас прошу, политизировать это не нужно. Есть, слава богу, механизмы, когда мы можем добиться справедливости абсолютно законным путем. По мнению главного врача городской клинической больницы имени Юдина Дениса Проценко, в отношениях врача и пациента необходим поиск компромисса. Нужен абсолютно правильный консенсус, который бы позволил доктору чувствовать себя защищенным, а пациенту чувствовать себя неуязвимым. Человек делал свою работу, во время его работы возникло осложнение, которое не находится, возможно, в причине следственной связи. Это не доказано. Ему дали срок. Вот она проблема, которая беспокоит общественность. Директор НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов призвал к защите врачей посредством страхования их ответственности. Очень важно застраховать ответственность врача, чтобы при таких вот эпизодах разбирались уже страховые компании друг с другом, а не врач, выплачивав баснословные деньги родственникам пациентов, что в этом случае, конечно, не было. Но в этом случае врач понес уголовную ответственность. В новейшей истории Российской Федерации еще никого из врачей не обвиняли в умышленном причинении вреда человеку. Беспрецедентное объединение врачебного сообщества для поддержки Елены Миссюриной вселяет надежду на успешный пересмотр этого нашумевшего дела.